Салон 135 Первый и второй стих Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его 26 стихов в этом псалме И вот хочется затронуть это место Высшая ступень благодарения, славословия Богу Первый мы уже прослушали Второй стих Следующий раз, и Господь благословит Опять же, уже три стиха будем читать Это необычно довольно Второй стих еще раз Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его Бог, мы Его знаем, но Бог богов Каких богов-то, когда один Бог на земле? Нету нигде других богов-то А вот теперь мы по слову Божию посмотрим теперь С самого начала речь идет об этом Бытие 3.5 Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их Откроются глаза ваши, и вы будете как боги Знающие добро и зло Какой обман, вы будете как боги? Мы посмотрим, что богами называются кто? Падшие с неба Даже произносить боязно Люди, которые достигли какого-то сана Положения, тоже богами называются, божеством Мы сегодня, я даже специально взял полную Библию, не каноническую Прочитаем Премудрость Соломона, 14 глава полностью Будите как боги Что он имел в виду? Это дьявол говорит Он на небе был, что он видел богов много? Нет А у человека претензии на это, занять место Божье Бог сказал, вот такое правило Где бы ни посмотрел На выворот все старается сделать Жена научится в безмолвии Учить жене не позволяют Ну, замужем, видела людей, если сама не была Скажи, часто ли подчиняются этому? Вот на выворот идет Слушайтесь, родители, детям Дети слушаются Маленький совсем, он все по-своему уже старается делать А какое правило определенное и четкое Мира никогда не будет В человеках благоволение То есть благое настроение Пожелание Второзаконие, 4,7 Пятая книга Моисеева Фтора 4,7 Ибо если какой великий народ Которому боги его были бы столь близки Как близок к нам Господь Бог наш Когда не призовем его Как узнать? Ответ А ответ Как в молитве Если опыт есть То есть человек ходит в церковь Я говорю, ты как молитесь Ответ получаешь Какой ответ? Ну о чем просишь? Ну батюшка знает Ну батюшка знает У тебя-то какая-то нужна есть? Ты конкретно скажи Где тебя Бог услышал? Где по-твоему было? Ну если ты сказал, что утром проснусь Буду делать как обычно Тут и спрашивать нечего А вот необычное такое Я могу сказать Вот у меня самое необычное было Я все время молился О крушении Этого сатанинского режима в стране Коммунистической партии Чтобы она ушла И скрылась Сколько жертв? Сказать невозможно Вся мировая война 70 миллионов А тут внутри одной своей страны На 110 перешагнуло Когда считаешь Даже не верится Ну документально А как? Второе я просил Чтобы Господь вернул Александра домой Когда делал печи С котлом 35 рублей 30 И бабушка просила По рублям А теперь идите к церкви Подавайте людям И просите Чтобы Александр вернулся Ну кто думает Александр из дома сбежал А об Александре Исаевича Солженицына Я молился И он вернулся Да он и так вернулся бы Не знаю Хлеб наш насущный Дашь нам на сей день Человек который не молится У него хлеб И хлеба еще что-то есть А какая разница Я получаю от Бога просимое А он не просил Он как ворует Он даже еще не знает Кем он будет выглядеть Бог хозяин нашей жизни Второзаконие 32.7 Не было такого народа К которому Бог так близок был бы Как верующий во Святую Троицу 32.7 Вспомни дни древние По мысли о летах прежних родов Спроси отца твоего И он возвестит тебе Старцев твоих И они скажут тебе Это начинает говорить Вот допустим Ты как до этого верил Да у Геронии Да я не знаю Мне приходилось беседовать С людьми Которые расположенные Я говорю Я тебе вот говорю А ты принимаешь Что-то принимаешь Что-то нет Вот я говорю Это сеять Это понятно И ноя И ноя Упала при дороге Похлебали птицы Кто Не чистая сила Она похищает Да что сотворил Бог Этой эволюции Ты так думаешь Ну я не думаю Ну так получается Так Ты сейчас Определи себя К какой категории Ты относишься Второе Сорняк там где вырос Заглушила Мало земли Засохло Ну я уже Почти верующий А четвертое Попало Тридцать Меньше нету В тридцать раз Увеличивается Тридцать человек Хотя бы Должны прийти Из того что ты им скажешь Шестьдесят и сто крат Вот Не может себя не отнести Никакому Месту А как ты отнесешь себя К этому Как Сразу перемена Рождение свыше Интересы какие были До этого Они как будто Не нуждались Никогда Сразу закончилось И что интересно Хорошие были отношения С кем На следующий день Уже испортились Почему это Самые при том Близкие люди А почему Ты чужой стал Чужой для них Ты перешел В другой лагерь В лагерь Который Этот мир Приговорил К смерти Все Насходящееся На земле Сгорит земля И все на ней Надо все время Помнить Какие там Участки земли Что посаженное Здание Все сгорит Вот Твердо на этом держаться Но ты так и будешь Смотреть На это как Не на вечное Дальше Судей 2-3 Сейчас мы посмотрим Что за боги Такие Бога богов Бог Который над богами Его прославил И потому Говорю я Не стану уже Переселять людей Сих Которых я хотел Изгнать Не изгоню их От вас И вот они Вам Плет Петлею И боги Их Будут всегда Будут для вас Сетью Вот как А какое Самое большое Наказание Когда люди Идут и кланяются Богу другому Ну а бывает У них так хорошо Смотришь Как они встречают Там и 8 марта 1 мая А человек дома Один А тут Собираются вместе Вспомнишь Сколько было Доброта Если ты так У них другой бог Мне прямо Показано Лежащего Мазолей Вот бог Прямо Называли А ничего Нету Пустышка Милостью Божией Нам бог Открыл Бог Творец Мира Видимого И невидимого А вот Здесь Когда люди Не слушаются Или жена Там Она более Податливая И видят Как у них Хорошо Все По нашему Сказать Пойти Куда-то В секту И мужу Говорит Давай Перейдем Туда Да не Пощади Твой Глаз Ее На утро Чтобы обязан Ты обязан Сказать Она Меня Просила Чтобы Пошли Другому Богу Поклоняться И что В этот же день Должи Его Уничтожить Прямо Показывается А это Будет Как Сеть Я Сказал Изгнать Эти Народы Да У них Там Такие Есть Девушки Может Нашим Ребятам Подойдут Вот Как раз Это Ваша Сеть И Будет Она Принесет Собою Самый Мудрый Человек На земле Был Как Известно Это Соломон Соломон Мирный Переводится И что Сомратили Его Она Идет За него Замуж Но Ему Нужно Было Чтоб 300 Было Жен Тут С одной Не знаю Что Делать А 300 И чем Закончилось Каждая Которая Приходит И говорит А ты В ней Нашу Построишь Там И он Везде Начал Строить Капище И Все И Все Было Потеряно Даже Не верится Он такой глупый Был Зачем Да И 700 На ложность Еще рядом Еще Удовлетворял Им Если Она Жена Почему Мусульмане Никогда Жена У него Не требует Воспитания Вот Маленький Ребенок Он же По-своему Он чувствует Что молится И он Начинает Мешать Совсем Маленький Что Это Такое Означает Прекратить Это Сразу Постав Преграду Чтобы Он Понял Что Здесь Горячо Будет Ему Если Человек Начал Молиться Уже Другим Богам Жизнь Окончилась И Господь Говорит Они будут Петлей Для вас Почему Я говорил Изгнать Ну так Это Какая же Правда Они Жили Тут Тебя Не надо Рассуждать Я вас Избрал Господь Говорит Они Жили У них Ничего Больше Нет Куда Не поверни У них Везде Лож Что Показывает Что Печатает Считаешь Они Совершенно Полоумные Дальше Третья Царств 18 глава 18-19 стихи Мы говорим О божествах Какие Потом посмотрим Как в божества Люди Проходят И Сказал Илья Не Смущаю Израиля А ты И дом Отца Твоего Тем Что Вы Презрели Поверение Господней И И Идете Вслед Ваалам Теперь Пошли И Собери Ко мне Всего Израиля На Гуру Кормил И 450 Пророков Вааловых И 400 Пророков Дубравных Питающихся От стола Изавили То есть Их кормят Повышенная Пенсия 850 Человек Илья Наконец Вышел И говорит Призовите Их А Изавель Которая Была Императрицей А она Ненавидела Бога Его А этим Всем Пенсия Была Устроенная И Вот он Собрал Они еще Не знают Чем это Кончится Это Последний День И Жизни Ну А как Вы считаете Считать Не надо Здесь Все Высчитано Правда Илья Маленько Ошибся Говорит Один Я Остался Пророк И Мои Души Ищут А Господь Вам Показать Сколько Тысяч Еще Спрятались По Пущежам Их Там Кормят Нас Нашли Нашли Люди Такие И Здесь Об этом Мы Считаем И Как Просто Определить Бог Живой Ваш Или на Картинке Нарисован И Как Жертвенник Привезли Два Бычка Выбирайте Какого Чтобы не говорили Что я Хорошего Взял Они Выбрали Первое Давайте Колите И все Огна Не подкладывайте Загорится Ну А как Оно Загорится Ну Так Вы Они Пиками Себя Колит Кровь Течет Ножами Так Делали Они Зачит Раньше Что-то Было Враг Делал Тут Ничего Нету И Уже Время Заполныш Пошло К вечеру Он Говорит Хватит Кричите Громче Может Он Заснул Устал Ваш Бог Он Над Ним Смеется И И Наконец Он Точно Так Кладет Жертву Поливает Ее Водой И Теперь Даже Дровами Не Разжечь Вокруг Вал Там Как Канавка Сказать Вся Была Залито Водою И Он Стал Молиться И Когда Огонь Сошел И Попалил Все И Камни Погорели Даже Вообще Кажется Это Невероятно Это Тысячи Градусов Должна Быть Жара Все И Ничего Нету Так Теперь Хватайте Их Подводите К Кедрону И Начало И 850 Голов Попыли По воде Народы Их Скрутили Подвели Все Партийный Режим Кончился Ни Одну Женщину В мире Так Ненавидят Люди Как Русскую А Почему Ну Вот Они Должны Обазарить Говорить Не Может А Если Сругаться Он По Матушке Сразу Все У Него Получается Я Долго Думал Почему На Русскую Мать А Потому Что Она Это Чудовище Родила Вот 1833 Спаслили Боги Народов Каждой Свою Землю От руки Царя Ассирийского Толь Еще Правильно Прочитали 1833 Да Спаслили Боги Народов Каждой Свою Землю Их Интересовало А эти Боги Ваши Что Они Могут Делать Притом Это Все Перейдет В Новый Завет Мы Сейчас Посмотрим Апостолы С этим Столкнулись Я Когда Считал Про Это В римском Пантеоне Где Она Мировая Империя И Люди Говорили У меня Бог Такой Пожалуйста Ниши Выдал Блези Стапи Молитесь Никто Не Против Около 500 Божеств Вот Сколько Их Было А в одной Греции Сколько Вы Слышали Зевс Венера Ну От Венера Хоть Что То Осталось Аполлон Осклипии Это Врачебное Искусство Знает В семье Диана Имя Какое Диана Заботится О семейной Жизни Я Не Рассказываю Другим Людям Они Это Понимали Что Хорошие Боги Христианам Тоже Позволили Делать Нишу И Поставить Статуи Христа И Молиться Вот Фильм Такой Есть Камагриде Шасенкевича Там Про Это И Говорится Так Что Сказать Что У Них Была Нетерпимость Чужим Богом Не Был Императору Надо Приносить Жертву И Все Спокойно А что Тут Кусок Мяса Положить Христиане Вышли На Арену Когда Их Было 500 По Названию Золотой По Названию 500 А В Действительности Ни Одного И Кому Жертву Приносили Богу Бесам Апостол Павел Говорит Принося Жертву Идолу Принося Жертву Бесам И Вот Сейчас Жизнь Начни Смотреть Где Сегодня Вот У нас Сегодня Я не знаю Кажется 18 17 Мая 24 Год 2024 Год Много Ли пришлось Здесь А Где Остальные И Каждый Раз Нету Скажи Чем Ты Заниматься Будешь Он Разговаривать Даже Не Хочет Ты На Что Променял А Это Субботние Она Считается Евангелие Воскресное Уже И Ты Не Будешь Знать О чем Тут Была Проповедь Какие Беседы Какие Нужды Человек Находит Отговор Это Служение Другому Богу А Какой Бог Из Чрева Слава И Срами А Не Думает Что Поесть Смотрят Как У нас Обедают Так Работают Люди И Ни Мяса Ничего Нет Тут Ноги Протянешь Нет Это Вы Протянете Ты Посчитай Сколько Лишнего Веса Сколько Недавно Показывает Один Человек 400 Килограм Вес Вытащить Никак Рам Это Высадили Кран Пригнали Краном В больницу Как Это Ну Так Другой Бог Бог Чрева Слава Срами Дальше 19 Про 17 Это 18 Прочитали И Побросали Богов Их В огонь Но Это Не Боги А Изделия Рук Человеческих Дерево И Камень Потому И Истребили Их Знаете Как А Прямо Поклонялись И Было Однажды Там Запротив Ставали У них Приходят К Нему Там Божеству Своему Там Аполлон И Он Говорит Что Будет Завтра А Теперь Пришли Он Молчит А Почему Молчит А Потому Что Кладбище Здесь Рядом Хоронят И Бес Вышел А Почему Тут Кладбище Было Вчера Габрия Локация Епископа Вавилу О Хоронили Там Златоуст Говорит И Он Не Может Даже Рядом Быть Даже Мощи Его Такое Дает Излучение Или Что То Что Дьявол Перестал Давать Показания Ну Тогда Выкопать Убрать Стали Выкапать Как Его Могилу Только Убрали Из Могилы Все Остальные Ну Надо Хватит Тогда Зато Он Это Все Высчитал Если Мешают Покойники И Мы Всех Убрали Но Подошли До Могилы Епископа Мавила Остановилась Псалом 81 6 Я Сказал Вы Боги И Сыны Всевышнего Все Вы Но Вы Умрете Как Человек И Падете Как Всякий Из Князей Вам Понятно Это Богами Кого Умрете А Теперь Пожалуйста Открывай Здесь Там Закладка Вот Там Вторая Дальше Примудрость Соломона 14 Глава Слушайте Внимательно Как Божество Получается Из Человека Некоторые Трясутся Там Над Ребенком Как Божество Какое Это Боятся Ему Слово Лишнее Сказать По Порядку 14 Глава Всю Главу Прочитаем Еще Иной Собирая Сплыть И Переплывать Свирепые Волны Призывать На помощь Дерево Слабейшее Носящего Его корабля Ибо Стремление Приобретением Выдумало Оны А художник Искусно Устроил Но промысл Твой отец Управляет Кораблем Ибо Ты дал Путь В море И безопасную Стизю В волнах И показывая Что ты можешь От всего Спасать Хотя бы Кто Отправился В море Без искусства Я скажу Про Иону Когда он Пошел И когда Буря Случилась Каждый Взывал Своему Богу Говорит Там еще Один Спит Разбудили Ты Какому Богу Кланяешься Югова Да Почему Не молишься За меня Корабль Опрокидывается Вот Они Понимали Что Толерантная Обстановка Никого Не преследовали Если бы Христиане Согласились С существующим Порядком Все молятся А ты молись Тебе не запрещается Но императору Жертву принеси Да он человек А вот дальше Слушайте Как из человека Бога делают Ибо в начале Когда погубляемы Были гордые Исполины Надежда мира Управляемая Твоей рукой Прибегнувшей Кораблю Оставила Миру Семя рода Благословенно Дерево Через которое Бывает Правда Вот А какое дерево Правда бывает Ну правда Это корабль Деревянный был Не железный Как сейчас Что-то еще Есть на дереве Изображение Когда правду Приносят Остается у нас Дальше А это рукотворенное Проклято И само И сделавше Его За то Что сделал А это Главное Названо Богом Ибо Равно Неизвестны Богу И нечестие И нечестие Его И сделаемое Вместе Со сделавшим Будет Наказано Посему И на Идолов Изыческих Будет Суд Так как Они Среди создания Божия Сделались Смерзостью Соблажном Душ Человеческих И сетью Ногами Неразумных Ибо Вымысел Идолов Начало Блуда И Изобретение Их Растление Жизни Не было Их В начале Но Вовеки Они будут Они Вошли И не Вовеки Они будут Они Вошли В мир По Человеческому Тщеславию И потому Близкий Сужден Им И потому Близкий Сужден Им Конец Коротко Сказать Вот Допустим Город Барнаул Сколько Памятников Сталину Было И Недавно Думали Поставить Где-то И не Могут Найти Ни одного Не Нашли Где-то Их Утопили Ночное Время И Нигде Нету Из Могилы Выкнули Все Об этом Говорит Соломон Дальше Отец Терзающий Горькую Скорбью Рано Умершем Сыне Сделав Изображение Его Как Уже Мертвого Человека Затем Стал Почитать Его Как Бога И Предал Подластным Тайны И Жертвоприношения Как Подходить К Портрету Я Разговариваю С одним Говорит А я Сидел Я Говорю За что Что-то У нас Не Заладилось Где-то Там И Сцепились Друг На Другом Драть Это А На Стенке Висел Портрет Вождя Но Я Даже Не Видел Как Он Упал Я На Наступил Несколько Раз Ну И Такой Срок Дали И Освободился Вот И Все Почтение Терзаемые Скорбью Об умершем Рано Сыне Вот Это Тогда Было Далее Стали Посчитать Как Бога Он Придумал Как Его Почитать Что Принести Святые Какой-то Навал Там Умер Ему Все Святами Завалили Все Почтение Есть Ничего Нет Идола Сделали Самого Смутьяна Мятежника Потом Утвердившись Со временем Этот Нечестивый Обычай Соблюдаем Был Как Закон Ну Как Закон Уже Сделали Ну Вы Помните Как Это Было Попробуй Хоть Одно Слово Скажи Несогласие И По Велениям Властителей Извояние Почитаемо Было Как Божество До Конца Нет Нет Еще Досчитаем Как Божество Кого В лице Люди Не могли Почитать По Отдельности Жительства Того Отдаленное Лице Они Изображали Делали Видимый Образ Почитаемого Царя Дабы Этим Усердием Постить Отсутствующему Как Присутствующему К Усердению Уже Почитание От Не Знающих Поощрял Чтение Художника И Он Желая Может быть Угодив Властителю Постарался Искусством Сделать Подобое Покрасивее Нарисовал Слепил Бюст Сделал Все У нас Одна была Прихожанка И Ну посещали Моих Всех Она Порторгом Была И дома Стоит Эта Статуэтка Этого Изверга И Ничего Не Сделаешь Как Это Можно Дальше А народ Увлеченный Красотой Отделки Незадолго Перед тем Почитаемого Как Человека Признал Теперь Божеством Ибо Это Было Соблазном Для Людей Потому Что Они Покорялись Или Несчастью Или Тиранству Несообщимое Имя Прилагали Камням И деревам Ну вот Идут Несут Портреты Показывают Которое было После войны Огромные Портреты И где В Берлине Оказалось И уже Портрет Главного Преступника Уже Там Показывают Съемки Того Времени Шли И как Поклонялись Ничего Там Нет Приходят И В другом Месте Кричали Да Здравствует Он Отдавали Руку Поднимает И кричали Хай Да Здравствует Там Другой Идол Даже Больше Чем Этот А это В каждом Приветствии Не просто Поднять Руку А должен Был Сказать Эти Слова Того На совести Которого Миллионы Людей Умерших Погубленных Потом Недовольно Было Для них Заблуждать Познание О Боге Что Они Живя В великой Борьбе Невежество Такое Великое Зло Называют Миром Вот так И сколько Было Научный Атеизм Марксизм И как будто Никогда Этого Не было Люди Учились Курсы Проходили Сдавали Экзамены По этой Тематике И чего Только Они Придумали Когда Сегодня Начинает Говорить Ну Ни одного Слова Говорит Нет Которое Бы Там Сходилось С тем Что Было В жизни Этого Человека Где Он Там И все Благо Все Дальше Совершая Или Диудоубийственные Жертвы Или Скрытые Тайны Как Заумствованные От чужих Обычаев Неистовых Пиршеств Они Не берегут Ни жизни Ни чистых Брагов Но Один Другого Или Коварством Убивает Или Прелюбодействовав Обижает Все Друг друга Не почитают Вот Умер Недавно Тут Один Был Такой Представитель Он Образовал Партию Даже Себе Но Ты Этот Народ Знаешь Как Не Знаешь Что Меня Товарищ Пригласило Пока Его Не было Дома Я Собрал Жену Вы Знаешь Волчий Сын Отец У него Волк Вольф Дальше И он не боится Сегодня Когда нам Его Выставили Где А вот Такой Это Женился Дальше Отдельная Графа Внебрачные Дети А уж Там Цветы Там Патриарх Пришел Ну По нравственности Это дальше Сколько Драк Был Отдельно В интернете Все Это Выставляют Везде Женщин Зарвался Тоскал И проще Оказывается Он Девять Раз Привился От Популярной Болезни Девять И все Такой Богатырь Как будто Никогда Не было Всеми Безразличия Обладают Кровь И убийство Хищение И коварство Расскрение И вероломство Мятеж Крятого Преступления Расхищение Имуществ Забвение Благодарности Осквернение Душ Превращение Полов Бесчиня Брагов Прелюбодеяния И расхудства Служение Идолам Недостойным Именования Есть Начало И Причина И Конец Всякого Зла Ибо Они Или Веселясь Неистуствуют Или Прощают Ложь Или Живут Беззаконно Или Скоро Нарушают Клятву Надеясь На Бездушных Идолов Они Не думают Быть Наказанными За то Что Несправедливо Клянутся Но За то И другое Придет На них Осуждение И за то Что Нечестиво Мыслили О Боге Обращаясь К Идолам И за то Что Ложно Клялись Коварно Презирая Святое Ибо Несила Тех Которых Они Которыми Они Клянутся Но Суд Над Согрешающими Следует Всегда За Преступлением Неправедных Прямо Перечисляет Чем Они Отличаются От Обыкновенных А вот Когда Говорят Идолы Это Иконы Но На взгляде На Идола Что Там Прелюбодеяние То есть Ну Какие Статуи Это Показывают Посмотри Там Смотреть Страшно А Здесь Ты Смотри На Икону И как Тебе Может На Деяние Деяние Апостол 19 26 27 Деяние 19 26 27 Между тем Вы Видите И Слышите Что Не Только В Эфесе Но И Почти Во Все Аси Этот Павел Своими Убеждениями Совратил Немалое Число Людей Говоря Что Делавами Руками Человеческими Несут Боги А Это Нам Угрожает Тем Что Не Только Ремесло Наше Презврение Но И Храм Великой Богиня Артемид Ничего Не Будет Значить И Справедница Величия Той Которая Почитает Се Асия И Вселенная Славим Бога Богов Это Богами Он Прямо Говорит И Теперь Разрушил Люди Побросали Поуничтожили Когда Считаешь Житие Святых Когда Обращались К Богу То Капища Рушились Вот Там Валентину Когда Говорит Привели Капищу Поклонись Она Да Чтоб Ты И Он Лопнул Здесь Развалился И Ничего И Нет И Когда Считаешь Другое Там Укон Она Вообще Перевернулся И Разговаривал Демон А Теперь Вышел Такое Страшилище А Это Которое Устройки Сто Было Образ Какой То А Он Никакой Раскололся И Все Обыкновенный Мрамор Или Еще Что То Первое Коринфянам 8 5 Как С Ними Обращаться Первое Коринфянам 8 5 Ну Да Первое Давай Первую Главу Прочитаем Первая Глава 22 23 Стих Первая Глава Коринфянам Вот Это Вот 23 Первая Глава 22 23 Стих Ибо Иудеи Требуют Чудес И Елены Ищут Мудрости А мы Проповедуем Христа Распятого Для Иудеев Соблазна Для Еленов Безумие И Что Вот Считаешь Их Какие Биограпии Я Сегодня Только Закончил Подготавлив Всем Разослать Которые В интернете Есть Житие Святой Екатерины Самая Умная Самая Красивая Самая Богатая Царская Дочь И она Обратилась К Богу И когда Правитель Сказал А это Правитель Это Жил 305 313 Годы Царствовал Максентий И вот В это Время Он Собирает 50 Которые Как Сказать Научный Коммунизм Преподают Докажите Что Этого Распятого Никто Не знает Какому-то Плотнику Поклоняется Они Стали Говорить А она Наизусть Знает Все Она Говорит А почему Не берете Такого И дальше Говорит А вот У Зевса У Юпитера Там написано Такое Что придет Один Который Выше Всего Земного И его Распнут И что С ним Будет Опровергайте Как Опровергать Она Правду Говорит Она Следующая Он Их Набрал Чтобы Они Доказали Что О Христе Нигде Не Говорят Вы Придумали Эту Веру А вот Божества Ваши Божества Как раз И говорили Об этом Что Явится Тот Который Возьмет На себя Грехи Мира Она Цитирует Под Другое Божество Еле Нищут Мудрости Вот Она Откуда Где Это Очень Интересно Как Жития Какие Написанные И Чем Закончилось Правитель Спрашивает Так Вы Что Ну Что Нельзя Никак Отступить Она Самая Умная Девушка Оказалась Так Что Так И Говорится Об этом Да Как Вы Подбили Меня Разжечь Костер У всех 50 Человек Сжег Ну Царь Ну Раз Коммунистическое Никак Поэтому И Выходит Оттуда Поэтому Казнить Убрать Одно Слово Не Так Сказал У У У меня Записи Есть Когда Гитлер Уже В Москве Подходил А Тут Меланжер Комбинат Откуда Прибыли Эти Станки И Один Только Сидел Там Бухгалтерии Так Говорит Вот Вперед Дай-ка Будет Чай Пить В Москве Кто-то Пересвиснул Сразу Завыла Сирена Выбили Выговорили Так Говорили Туже Расстреляли Зарыли Сразу Все А Что Изменилось Ничего Не Изменилось Во-первых Надо Было Болщать А Во-вторых Довериться Богу Как Будет И Дальше Первая Каринфа 8.5 Какие Божества Бог Богов Над Всеми Этими Богами Которым Кланяемся Бог Богов Которым Кланяемся Слава Ему 8.5 Ибо Хотя И есть Так Назованные Боги Или На небе Или На земле Так Как Есть Много Богов И Господ Много Но У нас Один Бог Отец Из Которого Все И Мы Для Него Один Господь Иисус Христос Которого Все Мы И Мы Им По Латыни Когда Выходили Первые Христиане Они Поднимали Персты Там Один Два Три Не Написано И Возраст Был Кристос Регна То Христос Царствует В Библии Написано Господь Царствует А теперь Господь Узнали Христос И Объявили Войну Всем Которые Считались Богами Принося Жертву Им Они Приносят Жертву Сатане Бесам Апостол Павел Говорит А если Это Так Они Объявили Войну Всем Пятистам Божествам И Все Поднялись Против Их Все Исчезли Христианство Признают Христа Сегодня Два Миллиарда Двести Пятьдесят Миллионов А Население Восемь Миллиардов Дальше Галатам Четыре Восемь Но тогда Не знав Бога Вы Служили Богам Которые В существе Не Боги Вот так Еще раз Откроем Деяние Семнадцатой Главой Семнадцатый Стих Деяние Так Семнадцатой Восемнадцатой Где-то здесь Или там С восемнадцатого По двадцать первый Некоторые Из Корейских Истоических Философов Стали спорить С ним И одни Говорили Что хочет сказать Этот Свои слов А другие Кажется Он проповедовал Чужие В божествах Потому что Он благовествовал Иму Иисуса И воскресенье Воскресенье Анастасия Они подумают Что это богиня Воскресенье Переводится так А вот Екатерина Всегда чистая Два слова И взяв его Привели в Ариапак И говорили Можем ли мы Знать Что это За новое Учение Проповедуемое Тобое Ибо что-то Страшное Ты влагаешь В уши наши Посему Хотим знать Что это Такое Афиняне 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 Все И живущие У них Иностранцы Ни в чем Неохотнее Афисты считали Нас А эти Промолчали Мы не знаем Неведомому Богу И построили Жертву Ни к этому Неведому И Павел Мгновенно Перехватил Это как раз О Христе Поэтому Если имеете Опыт Будете где-то Свидетельствовать О Христе Вы сами Вы сами Смотрите И говорите И надо Достаточно Какую-то Дату Взять Праздник Имя И показать Один Да И не было Христа Я говорю Не было Запиши Христа Не было А знатные люди Были А я верю В то что Видел Скажи Наполеона Видел Пушкина Видел Не видел Значит веришь В то что И не видел А как По делам От них Осталось Там Книги А кто Все это Сотворил В паспорте Посмотри Какая у тебя Дата рождения Ну 1900 Там 700 А Первый Это год От чего Начался Знаете Как легко Доказывать Первый Откуда Идет От счета От Рождества Господа Нашего Иисуса Христа Им Интересно До 36 Года Говорили Так и писали 36 Год Это Смерть Крупская То ли Она Удерживала А теперь Стали Говорить Новой Эры А до этого Прямо Советская Власть Писали От Рождества Христова Так Милостью Божией Мы коснулись Очень важной Второй Снова Откроем Сейчас Откроем Капсалом 135 Второй Стих Первый Второй Можно Прочитать Слушайте Внимательно Славьте Господа Ибо Он Благ Ибо Вовек Милостиво Просто Славьте И все Теперь Второе Славьте Бога Богов Ибо Вовек Милостиво Я вам говорил Об этом Господь Благословит Тут 26 Стихов На каждый Стих Будет Проповедь Мы Когда В университете Занятия Вели Перед Началом Кто ходил Помните Всегда Читалось Это Пели Царю Небесной А я Расшифровал Иногда Часа Шли Занятия А вступление Иногда Было До 20 Минут Я сказал 60 Проповедей На Царю Небесной Сегодня Сколько Просят Люди Священники Ну Покажите Что там Все Ни одного Слова Не берет А только Дается Растолкование Бога Богов Славим Мы Ему Слава Во веки Веков Аминь Спасибо Христос Вд factories Вдиб west Р contouring Вдиб Все Вдиб Вдиб Что там